Празднование Сабантуя на полуострове становится традиционным. Уже четвертый год подряд казанские татары Крыма отмечают окончание весенних полевых работ. Он проходит сегодня у нас по всей республике Татарстан, десятки деревень, десятки районов и вообще около 200 Сабантуев по всей России проводится и даже за границей проводится. Поэтому это душа нашего народа и люди с удовольствием туда ходят. Как и на любом празднике не обошлось без народных песен и танцев, но в планы организаторов вмешалась погода. Внезапный дождь сократил многочасовую программу, однако праздничное настроение не было испорчено. Праздник Сабантуя символизирует собой не только духовность и национальную самобытность татар, но и способствует развитию и укреплению мира, дружбы и взаимопонимания между всеми народами Крыма. Сабантуя является одним из самых ярких национальных татарских праздников. Зарядился он много веков назад у тюркских народов и был приурочен к окончанию весенних полевых работ. Ежегодно проводится и всероссийский Сабантуй, на котором собираются тысячи татар со всей страны. Его называют старейшиной крымско-татарской литературы. Он автор и составитель нескольких десятков книг, поэт, писатель и литераторовед. Из-под пера Риза Фазыла вышло около 30 книг, посвященных народу, его литературе, истории, традициям. В эти дни нашему известному поэту Риза Фазыла исполнилось бы 90 лет. Мы знаем, что он должен был выпустить шеститомник «История крымско-татарской литературы». И наша цель, как библиотекаря, чтобы вот эти книги, чтобы его вот этот неоценимый вклад и тот архив был, увидел свет. Риза Фазыл внес неоценимый вклад в развитие крымско-татарского языка и литературы. Он первый осуществил перевод священной книги всех мусульман Корана на крымско-татарский язык, сыграл значительную роль в распространении религиозных знаний в народе. Стали настольными буквально в каждой семье книжки «Буэрнус-дуага» и «Юз-бир-дуа» о религиозных традициях народа и с текстами молитв. Написал сборник очерков о крымских татарках в годы войны, о герое-летчике Амитхане Султане. До последних своих дней он не выпускал пера из рук, работал над многотомником антологии о крымско-татарской поэзии. За 2-3 месяца до своей кончины Риза Фазыл проносил к нам в редакцию газеты «Яна Дуня» рукописи, часть рукописи своей будущей антологии крымско-татарской литературы. Она состояла из пяти томов. Он принес распечатку, содержание всех этих пяти томов. Мы были удивлены, потому что это огромный труд. Этот труд он еще начинал в свое время в Узбекистане. И сейчас, я думаю, наш долг в Союзе крымско-татарских писателей – эту антологию издать. Писатель родился в 1928 году в Белогорске. В 1944 семья была депортирована в Узбекистан. Там Риза Фазыл окончил экономический факультет Самаркандского торгового института. В 1965 году Риза Фазыл устроился переводчиком газету «Ленин Байрагы», которая издавалась на крымско-татарском языке в Ташкенте. Позже он возглавил отдел поэзии в издательстве журнала «Елдыс». Своими произведениями вносил вклад уже и в развитие конско-татарского литературного журнала «Елдыс», в котором он точно так же продолжал работать в качестве заместителя главного редактора. Он обладал большим архивом литературным. Помимо своей активной творческой деятельности, Риза Фазыл был прекрасным семьянином. В браке с Эльмирой Ханан воспитал сына и дочь. В свои 87 лет Риза Фазыл был активным пользователем социальных сетей. Его посты всегда вызывали многочисленные дискуссии. Зарегистрировался на Фейсбуке и начал активно высказывать какие-то свои мнения, размещать какие-то материалы, касающиеся литературы, языка, истории, культуры крымско-татарского народа. Все удивлялись, как Риза Фазыл в Фейсбуке свободно, как рыба в воде себя чувствует. То есть он, несмотря на свой возраст, душой он оставался очень молодым. Соратники, писатели, родные поделились своими воспоминаниями о творческой деятельности Риза Фазыла, которая была обширна и многогранна. 25-летний юбилей празднует одно из первых национальных объединений полуострова – немецкое общество Ялты. Зинаида Васильевна Иванцова – одна из тех, кто помнит, как все начиналось. Центром немецкой культуры, он назывался «Дойч Клуб», руководил Карл Вернер Гольд. Это был талантливый, харизматичный, энергичный музыкант, который занимался с нами вокалом. Немецкий центр «Встреч» образовался в 1994-м. В него входило ялтинское немецкое общество «Видер Гебурт» и «Лютеранская община». Представители центра стремились сохранить историческое наследие, культуру и язык своего народа. Первым преподавателем немецкого языка стал фотохудожник, писатель Альбрехт Фольцапфель. Приехавший из Германии в 1998-м году. Я почти сразу получил контакт с русскими немцами в Ялте. Они меня схватили, пригласили в свой центр, в свой «Дойч Клуб», как это называлось тогда. И просили, не могу ли я с ними общаться на немецком языке. Чтобы не сказать, могу ли я преподавать им немецкий. Я сам не преподаватель, но у меня есть опыт по иностранным языкам, поэтому я взялся в эту работу, скажем так. В 2014-м немецкий центр «Встреч» был переименован в местную национальную культурную автономию, а идейным вдохновителем общества стала Наталья Фомина. Немцы всегда активно поддерживали мою инициативу. Мы проводили совместные мероприятия уже, мы знаем друг друга уже, наверное, лет 13, да. А взаимодействуем вот именно, сотрудничаем 7 лет. А председателем немецкой автономии я стала вот в феврале 2015 года. И, конечно же, очень те члены организации, которые были раньше, это назывался «Центр встреч», они остались, и добавились новые. Любовь Александровна – потомок известного мореплавателя и путешественника Ивана Федоровича Крузенштерна. В 2015-м году женщина приехала в Крым из Санкт-Петербурга. В Ялте она познакомилась с деятельностью немецкого общества. Я стала искать немецкую общину. Почему? Потому что я в Санкт-Петербурге ходила в немецкую церковь. Когда я нашла эту общину, я была, конечно, очень довольна, потому что люди совершенно замечательные, очень отзывчивые. Очень у нас такая обстановка радушная, доброжелательная, очень хорошая аура, духовная. Я по возможности стараюсь тоже как-то украсить, что ли. Рассказываем тоже о Иване Федоровиче Крузенштерне. В 2015-м году в немецкой автономии Ялты образовался клуб детского творчества «Зонненкрайс» и вокальный коллектив «Ассоль», активно принимающий участие в жизни немецкого общества. Дети у нас занимаются, кто 4 года, кто 3 года, кто только что пришел. Но все одинаково стараются. Наш коллектив работает на нескольких языках. Мы с удовольствием. И детям очень нравится петь на разных языках мира. Они воспринимают это как игру. Ну и со стороны педагога могу сказать, что дети легче осваивают язык, когда они поют песни. Мы сотрудничаем с немецкой автономией немцев Ялты, культурным обществом, уже 4 года. И нам очень нравятся такие выступления. Всегда это неожиданно, всегда это ярко, всегда это праздники. И даже это вкусные праздники, такие как Рождество в немецком стиле, детям всегда приводят в восторге. Благодаря теплым и дружественным связям членов организации с жителями Германии о Ялтинском немецком обществе узнали в Берлине, Гамбурге, Аугсбурге и других городах. В 2017 году местная национально-культурная автономия Ялты выиграла президентский грант на реализацию проекта Дни российско-немецкой детской народной дипломатии. Юные дипломаты посетили Крымский полуостров, чтобы соприкоснуться с историей, культурой и традициями другой страны. А в этом году представители немецкого общества Ялты сами побывали в Германии. На протяжении трех лет уже принимаю участие в детской международной дипломатии. В прошлом году мы познакомились с ребятами из Аугсбурга, они приезжали к нам, мы встречали их, показывали наши достопримечательности и нашу местность. А в этом году, это весной, мы уже посетили территорию Германии, были у них в городе Аугсбург, проводили безумно интересное с ними время. Ребята невероятно дружные, помогли нам узнать их культуру, их язык, попрактиковать язык. Реализация проектов народной дипломатии, участие в культурной жизни Ялты, встречи с соотечественниками, сохранение традиций и культуры – вот все то, чем живет сегодня ялтинская немецкая национально-культурная автономия. А в планах у ее представителей еще много новых и интересных идей, которые, мы уверены, им непременно удастся воплотить в жизнь. Переселение армян из Крыма на Дон и появление ново-нахичеванской армянской колонии – выдающееся явление в истории России и Донского края. В 1778 году императрица Екатерина II подписывает указы, которые должны были изменить судьбу христианского населения Крымского полуострова. Так, крымские армяне, а также греки, грузины и румыны были организованно переселены в Азовскую губернию. Все причины, вызвавшие это переселение, еще недостаточно изучены. Эта процедура была очень болезненна и, конечно, воспринималась крайне негативно самим населением, потому что люди переселялись в никуда, оставляли насиженные места, цветущие сады, ухоженные нивы, дома, могилы предков. Но это была не депортация, это было перемещение в рамках одного государства на другие рубежи, которые правители того времени считали более важными. Ну, я как бы, как историк, не согласен. Это, мне кажется, все-таки там была какая-то блажь в этом переселении, потому что оно ничего не решило. Армяне, которых переселили на Дон, они сразу получили определенные привилегии, поэтому это нельзя назвать чисто такой депортацией. Но это было перемещение, в результате которого на Дону образовался мощный очаг армянской культуры. 12 598 армян обрели новую родину на землях Российской империи. За утраченное имущество переселенцы получили от российского правительства компенсацию. На Дону армяне основали город Нор-Нахичеван и пять селений, которым дали название крымских сел. Новая Нахичеванская армянская колония становится значимым экономическим и культурным центром на юге России. Донская земля, она приобрела не просто дружинников, ремесленников, купцов, предпринимателей. Она получила огромный пласт культуры, который и обогащался донской культурой. У нас Дон — это конгломерат народов. И вот каждый народ, он приносит что-то свое. Люди настолько проникают уважением, любовью друг к другу, забирают все самое лучшее, что вот наша Нор-Нахичевань, новая Нахичевань, Нахичевань на Дону здесь можно назвать по-разному, она дала огромное количество необыкновенно талантливых людей. Это и художники, и писатели, и ученые, и юристы. Поэтому говорить можно бесконечно. В 1838 году город Нор-Нахичеван переименовывается в Нахичевань на Дону. Города Ростов-на-Дону и Нахичевань на Дону, формально являясь самостоятельными городами, имели неразделимые экономические и культурные связи. Поэтому в 1929 году два города были объединены. И Нахичевань на Дону стал районом города Ростов-на-Дону. Вот уже более двух веков на гостеприимной донской земле армяне и русские живут бок о бок в мире и согласии. Да, у нас теперь единый город, об этом никто никогда не жалел. Но мы всегда помним, и в Ростове до сих пор говорят, поехали в город — это значит в Ростов, а поехали в Нахичевань — это значит к нам. И когда к нам приезжают люди из других городов, они не могут понять. Им врач говорит, так, вам нужно ехать в Нахичевань, в шестую больницу. Люди выходят, и они не понимают. А у нас, мы привыкли, что у нас два города, объединенная культура. Сейчас это один город. Но по-прежнему те, кто бывает в наших краях, те обращали внимание, что это по-прежнему два города. Нахичеван обладает своей уникальностью, своей неповторенностью, самобытностью. И селок также сохранили эту самобытность национальную. И надо сказать, что здесь произошло такое слияние двух культур во время переселения. Конечно, армянское население сохранило свои традиции, свою культуру, свои обычаи. И они очень сильно отличаются. Но язык... Но вместе с тем произошло взаимопроникновение культур. Вот донской культуры и армянской, они обе питали друг друга. И сейчас донскую музыку невозможно представить без мотивов армянских. И армянские художники – это большая составляющая часть нашего изобразительного искусства. С момента переселения из Крыма на Донскую землю армяне оставили яркий след в архитектурном облике. И общественно-политической жизни края стали неотъемлемой частью истории и культуры Южного региона. Современная армянская диаспора Ростовской области насчитывает около 250 тысяч человек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!